Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы рассматриваем воскресное евангельское зачало, посвященное притче о званных на брачный пир. Это вот удивительная притча. Она не только о древних временах, но и о каждом из нас в том числе. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Вот эта притча, она посвящена брачному пиру, и брачный пир – это образ торжества Царства Божия, вот то, что Господь своим воскресением дал всем людям. Поэтому данное евангельское чтение, оно как раз в храмах звучит именно в воскресный день, когда мы вспоминаем воскресение Христово. И там, на небесах, вместе с воскресшим Господом, спасенные люди, они торжествуют. Это действительно, в каком-то смысле, брачный пир. И царь – это образ Бога-отца, как небесного царя, в руках которого находится весь мир, и земной, и небесный, вообще все мироздание. И вот он делает брачный пир для своего сына, то есть для сына Божия. Читаем дальше. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти». Вот удивительное дело, что царь приглашает их на брачный пир, там, где они могут совершенно безвозмездно вкушать трапезы, приобщаться вот этой удивительной радости, они не хотят идти. А кто вот эти званные? Ну, во-первых, каждый человек уже является званым к Царству Божию, потому что голос нашей совести всегда зовет нас к добру, к тому, чтобы мы делали добро. Но мы не всегда прислушиваемся, поэтому нам посылаются какие-то и внешние учителя. И вот в ветхозаветное время это были пророки, которые приходили к иудейскому народу, к богоизбранному народу, и призывали их быть верными Богу и правильно понимать грядущее Царство Христа, Царство Мессии. Но они не захотели, им больше нравились какие-то вот внешние обряды, соблюдение правил, вот чем гордились фарисеи того времени. И они считали себя избранниками Божьими, только за счет того, что соблюдали в субботу точное количество шагов, которые можно было пройти, сторонились прокаженных, везде старались чисто ритуальную чистоту соблюдать, подчас забывая о чистоте своего сердца. Но Господь постоянно призывал. Читаем. Опять послал других рабов, сказав, скажите звану, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Вот это уже страшное какое-то преступление. На этот раз они не просто отвергают посланных рабов, которые призывали их на брак. Поначалу они ссылались на то, что кто-то вот идет на свое поле, да, то есть для него важнее какие-то земные дела, нежели Царствие Божие. И вот зачастую мы видим это в нашей обычной тоже жизни, когда человек всецело живет чем-то земным. Он зарабатывает деньги. А зарабатывает для чего? Ну, для того, чтобы чисто покушать, отдохнуть, куда-то поехать, на что-то поглазеть. И духовные вещи его не интересуют, и душа его остается голодной, потому что не приобщена духовному пиру, пиру Царства Божия. Кто-то на торговлю свою, то есть это корыстолюбие, поглотившее человека. Но самое страшное, что эти люди зачастую еще, которые отвергают Бога, зачастую еще оказываются и агрессивны. И вот они, божьих служителей, начинают не просто оскорблять, а даже убивать. И есть вот такой удивительный закон, что атеизм, он всегда хранит в себе такую скрытую агрессию. Не всегда эта агрессия проявляется, но когда вот такие богоборческие настроенные люди встречают свидетельства о Боге, о чем-то духовном, о вечном, то либо они смеются, либо они оскорбляют. И мы знаем такой исторический период, когда они даже и убивали служителей Божьих. А убивали за что? Всего лишь за то, что звали на пир царя. Старались людей пригласить и приобщить пиру царствия Божия. И в древнее время иудеи убивали пророков, посланных к ним. Вот это происходило на протяжении всей истории. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Вот здесь в каком-то смысле спаситель даже предсказал, что иудеи за такое какое-то патологическое неверие, неприятие Христа будут наказаны. И действительно, их город Иерусалим был разрушен римлянами, был сожжен и даже разобран по камням. Дважды он разрушался в 1970 году и в 134 году, когда вторичное было иудейское восстание. Вот так всегда оканчивают богоборцы и всегда постигает разрушение. И о чем дальше спаситель открывает в своей притче? «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. И так пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Вот действительно, если мы посмотрим историю, начиная с первого века, когда иудеи отвергли Христа, отвергли вот этот брачный пир небесного царя, то тогда служители Божии, на этот раз уже не пророки, а апостолы, отправились действительно на дороги, на какие-то распутия, то есть закоулки, переулки, не какие-то главные улицы, а совершенно второстепенные, где ходили простые люди, и они обращаются уже к язычникам, то есть людям некогда отверженными, не знавшими божественного откровения, не соблюдавшими всех тех ритуалов, которые соблюдали иудеи. И вот к ним и к злым, и к добрым, потому что язычнике кто-то был предан страстям, всецело посвящал себя какой-то наживе, отличался злым нравом, но, услышав евангельскую весть, вдруг преобразился и откликнулся. Вот мы знаем, что князь Владимир таковым являлся, он откликнулся на Божий призыв, но были и добрые язычники, для которых весть о Христе стало как раз вот ответом на внутреннюю жажду, жажду их сердца. Они давно искали этой истины, и они обрели ее во Христе. И вот язычники призываются на брачный пир, и брачный пир наполняется возлежащими. И надо сказать, что и мы все, которые вышли тоже из язычества древнего, славянского язычества, мы тоже, в общем-то, входим в разряд этих людей. Злые и добрые, все призываются злые для того, чтобы стали добрыми, а добрые для того, чтобы стали еще добрее. Каждому дается что-то лучшее в христианской вере. Но быть званым еще не значит спастись. И вот тут теперь-то вот самое главное — это то, что касается каждого из нас, каждого крещеного. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал». Я должен пояснить. Не все понимают, наверное, о чем идет речь. А дело в том, что в традициях того времени, когда приглашали на брачный пир, то все одевались в торжественной одежде, и если у гостя не было красивой одежды, ему выдавали такую одежду. Особенно если это царский пир, там непременно приглашенному, если его внешний вид не соответствовал, ему выделяли какую-то красивую одежду, чтобы он вписывался в общий праздничный строй, чтобы он тоже был одним из торжествующих и по внешнему своему виду. И вот этот человек, который возлежал на брачной пире, он на самом деле получил эту одежду, но не сохранил ее. Что он с ней сделал, трудно сказать. Продал ее или что-то еще сделал, просто пренебрег ею, или захотел с собой вместе унести, или что-то еще, но факт тот, что он ее не сохранил. И на этом пире он своим внешним видом не соответствовал общему торжеству. И вот каждому из нас новое одеяние дается в таинстве крещения, когда мы совлекаемся ветхих одежд, одежд греха, каких-то греховных страстей, и мы облачаемся в крещальные одежды, сияющие чистотой благодати Христовой. Вот в крещении каждый христианин облекается в одежды благодати Божией. И наша-то задача как раз сохранить эту одежду. Вот если бы мы, конечно, имели вот этот дар прозревать состояние душ, то мы тоже бы видели, что люди ходят на самом деле в разных одеяниях. Вот святые люди, такие как Иоанн Кронштадтский, Блаженная Матрона Московская, Силуан Афонский и прочие святые, Паисий Святогорец, они даже если одевались в какие-то ветхие одежды, все равно сияли светом благодати Божией, потому что одеяние души всегда было чистым. А другие люди, они могут одеваться в какие-то очень дорогие одежды, но душа оказывается голой, утратившей одежду крещения. И после этого-то и происходит то, о чем мы читаем дальше. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот это уже некий образ суда, на котором душа, не сохранившая одежд крещения, вергается в адские глубины. Ну, в каком смысле она вергается? Если ты не соответствуешь по своей душе Божию Царству, то ты и окажешься вне Царствия Божия. Если ты по своей душе злоба и ненависть, то как ты приобщишься Царству добра и любви? Если ты по своей душе сребролюбие, негодование, сплошная обида, то как ты окажешься в Царстве, где бескорыстие, где жертвенность, где милосердие? То есть ты настолько внутренне чужд этому Царству, что неизбежно окажешься вне Его. И вот это связание рук и ног означает, что ты в земной жизни делал какие-то злые дела, но приходит конец этому. Руки, делавшие зло, оказываются связанными, ноги, шедшие на какое-то дурное дело, тоже оказываются связанными, и ты уже не можешь все это совершать, но самое страшное, оказываешься вне торжественного царского пира, вне Божьего Царства. Там будет плач и скрежет зубов. Это раскаяние, но раскаяние позднее, наступившее уже в аду. И Спаситель завершает эту притчу так. Ибо много званых, а мало избранных. Вот все мы призваны к Божьему Царству. И сама совесть нам подсказывает стараться быть добрыми, делать какое-то милосердие, прощать злодеев. И учителя нам даются для этого. И в церкви нам дается таинство исповеди, где отпускаются грехи. Таинство причащения. На самом деле, причащение, если мы достойно приобщаемся к святых тайн христовых, это и есть уже наше участие в брачном пире Сына Божия. И наша задача заключается в том, чтобы сохранить одежды крещения, чтобы откликнуться на вот этот Божий призыв и быть не просто званными, а быть избранными. То есть одной участи вместе с Господом Иисусом Христом на царском пире небесного царства. Вот дай Господь нам все это стяжать и быть достойными Царствия Божия. Храни всех Господь. Всего вам доброго.